Возвращаемся к основной теме выпуска – продлению ЧП и постепенному выходу из самоизоляции. Спустя два месяца простое индустрия красоты возобновила работу. Но парикмахерские салоны красоты и барбершопы должны строго соблюдать все меры безопасности, какие требования в условиях пандемии предъявляют предпринимателям. И везде ли они соблюдаются? С 28 мая парикмахерские салоны красоты открылись и работают по новым правилам. Их диктует карантин. Стилисты и барбершопы, косметологи, мастера маникюра – теперь все в масках. Специалисты, оказывающие косметические услуги, еще и в перчатках, очках или защитных экранах. Сотрудники милиции, Центра гигиены и эпидемиологии за соблюдением санитарных норм следят строго. Вот те, как защитные экраны. Да, инструмент уже готовы к работе. Да, вот только поставила. Обработка трехпроцентным раствором хлора рабочих поверхностей и пола в помещениях. Спиртовым раствором протираются металлические инструменты мастера. Все эти процедуры обязательны и очень важны. Нам нужно увидеть дезинфицирующие средства, которыми они собираются проводить уборку, а также обработку инструментов. Только по предварительной записи и в маске. На входе дезинфекция рук и измерение температуры тела. Именно так сейчас принимают клиентов. Перерыв между посетителями – 20 минут. Ольга, мастер-универсал, говорит, работать по новым правилам несложно. Здоровье и чистота превыше всего. Конечно, не звонят, записываются. Мы их предупреждаем. Маски, перчатки. Не болеть. Работа парикмахера расписана по часам. Пока на стрижку приходят больше мужчины. Записывают и деток. За первые несколько часов работы спустя два месяца карантина в Бендерах милиционеры проверили порядка 30 парикмахерских и салонов красоты. Нарушения были. Пока сотрудники правоохранительных органов делают только устные замечания. В указанные сроки выявленные недостатки должны быть устранены. В противном случае милиционеры вправе применять административные меры, наложить штраф и даже приостановить деятельность салона.